Привет, меня зовут Мэри Лита, я специалист по перманентному макияжу в Канаде и также тренер Международной Академии S. В этом видео мы будем учить с вами 100 английских слов для специалистов по перманентному макияжу. Это видео поможет вам понимать термины, когда ваши иностранные коллеги пишут или говорят о перманентном макияже. Хотите применять их на практике и говорить о перманентном макияже на английском языке, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Первое слово, parent makeup, перманентный макияж. В сокращенном варианте это будет PMU, PM. Eyebrows, брови, также можно говорить bros, брови. Техники по бровям на английском языке звучат так, magic shading eyebrows или заполнение цветом. Umbre powdered eyebrows, пудровые брови с градиентом. Machine hair strokes, волосковая техника машинкой. Давайте теперь составим предложение из этих слов. Which eyebrows technique would you like to get? Какую технику бровей вы бы хотели получить? И вы отвечаете. I would like to get magic shading eyebrows. Я бы хотела сделать magic shading eyebrows технику. Are you looking for some eyeliner? Следующее слово, eyes, глаза. Если мы говорим о техниках, мы говорим eyeliner, стрелки, стрелка. Если мы говорим soft eyeliner, это значит стрелочка с растушевкой. Если дословно перевести, это мягкий eyeliner. Classic eyeliner, классическая стрелочка. Часто спрашивают, что такое stardust, stardust eyeliner. Stardust это звездная пыль. Lush enhancement, это межресничка. Это, если дословно перевести, это усиление линии ресниц. Your eyes are amazing. Ваши глаза изумительные. Lips, губы. Если мы говорим о техниках, это aquar lips, акварельные губы. Super bright lips, помадная техника. В Канаде, например, также часто говорят lip blush. Если дословно перевести, то это румяны на губах. Но здесь говорят lip blush. Borderless lips. Это бесконтурные губы. То есть губы без контура, без границ. I love your lips. Мне нравятся ваши губы. On my lips. The procedure. Процедура. Septi-vipes. Антибактериальные салфетки. Use. Использовать. Use septi-vipes before the procedure. Используйте антисептические салфетки до процедуры. Antibacterial wipes, perhaps. Когда вы начинаете процедуру, вы должны сделать эскиз вашей процедуры. И вы говорите. Take a pencil. Или take a magic liner. Возьмите карандаш. Возьмите liner. Shape. Форма. Draw. Рисовать. Теперь давайте составим предложение. Draw the shape of the eyebrows with a magic liner. Нарисуйте форму бровей лайнером. And draw myself with a magic marker. The sketch. Esquise. The design. Design. Sketch the design. Отрисуйте эскиз. Make a design. Сделайте дизайн. Давайте посмотрим, как эти слова можно применить в предложении. Make the design while your model is sitting in front of you. Сделайте дизайн, пока ваша модель сидит напротив вас. Sketch the design while your model is lying down. Нарисуйте эскиз, когда ваша модель лежит. I've created the ultimate design. Также при отрисовке эскиза, например, мы можем ставить точки. Вы можете говорить. Play the dots. Dots. Точка. Place. Поместить. Place the dots on the eyes. Нарисуйте точки на глазах. Line. Line. Draw the line on the eyebrows. Нарисуйте линию на бровях. Straight line. Прямая линия. Когда вы соедините точки, вы можете говорить. Connect the dots with straight line. Соедините точки прямыми линиями. Design ready. В конце отрисовки эскиза вы можете сказать. The sketch of the eyebrows is ready. Эскиз бровей уже готов. Конечно же, вы должны говорить о симметрии. Например, вы можете говорить. Check the symmetry. Проверьте симметрию. И чтобы убедиться, что все сделано правильно, вы можете говорить. Make it perfect. Сделайте это хорошо. Сделайте это отлично. Далее мы переходим к нанесению обезболивающего крема. Итак, давайте поговорим об этих словах. Naming cream – это анестезия, то есть обезболивающий крем. Naming cream. Apply – наносить. Apply. Q-tips – ватные палочки. Q-tips. Теперь давайте соединим эти слова, и мы теперь можем сказать целым предложением. Apply the numbing cream with Q-tips. Нанесите обезболивающий крем ватными палочками. Apply the numbing cream with Q-tips. You call that numbing? PMU machine. Машинка для перманентного макияжа. PMU machine. PMU machine has to be held at 90 degrees. Машинка для перманентного макияжа должна держаться под 90 градусов. PMU machine has to be held at 90 degrees. Иногда машинку для перманентного макияжа называют device. Устройство. Device. Needle. Игла. Мы можем говорить. Use the needle 0.3. Используйте иглу единицу 0.30. Use the needle 0.3. You are holding a needle. Дальше мы переходим с вами к удалению обезболивающего крема с вашей зоны перманентного макияжа. Итак, мы говорим remove, удалить tissue, салфетка. Или можно также сказать napkin, салфетка. Теперь давайте соединим эти слова в предложение. Remove the numbing cream with a napkin. Удалите обезболивающий крем салфеткой. Или remove the numbing cream with a tissue. То же самое. Oh, a napkin. Растяните кожу. Натяните кожу. Растяните кожу до тех пор, пока вы можете это сделать. Shading – заполнение или затемнение цветом. Start shedding on the eyebrows. Начните с заполнения цветом на брови. Movement – движение. Long horizontal movement – длинное горизонтальное движение. A miracle of movement. В предложении это будет звучать так. Continue shedding with long horizontal movement. Продолжайте шотирование длинными горизонтальными движениями. Short horizontal movement – это короткие горизонтальные движения. Вы также можете сказать Keep on shedding with short horizontal movement. Продолжайте шотирование с короткими горизонтальными движениями. Direction – направление. Direction. Change the direction of your movement. Измените направление движений. Вы также можете сказать Apply the same movement, but change the direction. Применяйте те же самые движения, только изменяйте их направление. Skin – кожа. Clean – чистый. Always keep the skin clean. Всегда держите кожу чистой. Always keep the skin clean. The pigment – pigment. Wipe off – стирать. И в предложении эти два слова будут звучать. Wipe off the pigment from the skin. И чем же мы будем вытирать? Мы будем вытирать влажными ватными дисками. Wet cotton pad – влажные ватные диски. Теперь давайте составим предложение. Wipe off the pigment from the skin with a wet cotton pad. Партрития – пигмент с кожи влажными ватными дисками. I just wipe that off. Pass – проход. Make another pass with short vertical movement. Сделайте еще один проход с короткими вертикальными движениями. Remember to change the direction of your movement after each pass. Изменяйте движение направлений после каждого прохода. И в конце процедуры вы можете говорить Make the last pass on the eyebrows. Сделайте последний проход на бровях. Gaps – пробелы. Fill in the gaps – заполнение пробелов. Fill in the gaps on the lips – заполнение пробелов на губах. Также вы можете говорить Repeat the challenge to fill in the gaps. Продолжайте шотирование, чтобы заполнить все пробелы. В конце процедуры вы можете говорить о вторичной анестезии. Secondary numbing – secondary anesthetic. Это вторичная анестезия. Secondary anesthetic. И вы можете также говорить в предложении Apply the secondary anesthetic. Apply the secondary numbing. Нанесите вторичную анестезию. After care cream – постуходовый крем. Или также иногда могут говорить Oitment – масть. Oitment? Provide an after care cream for your client. Предоставьте постуходовый крем для ваших клиентов. After care instruction – это инструкция постухода. Explain after care instruction for your client. Разъясните постуходовую инструкцию для вашего клиента. И также в конце процедуры вы делаете фотографию. Please take a photo. Пожалуйста, сделайте фотографию. Перед тем, как выложить ваши фотографии в инстаграм, вы, конечно же, сделаете коллажи. Please make a collages. Пожалуйста, сделайте коллаж. Надеюсь, это видео было полезным для вас. В следующих видео мы будем учить английский конкретно по темам брови, глаза и губы. Пишите в комментариях, какие слова по перманету макияжа вы бы хотели перевести и услышать их применение в английских предложениях. Также напишите, пожалуйста, какие еще темы по английскому языку вам были бы интересны. Совет по изучению английского. Записывайте новые слова в тетрадке. Также пересматривайте это видео. И, конечно же, повторяйте слова за мной. Также, чтобы лучше запомнить новые слова, вы можете перейти на мой английский канал, где видео будут на английском языке, и вы можете услышать применение этих слов в предложениях. Если вы работающий мастер и хотите потянуть свой английский по перманету макияжу, а заодно и улучшить свои знания по перманету макияжу или вступить в нашу академию, пожалуйста, записывайтесь на мой онлайн-курс. Все ссылочки внизу. Молодцы, что досмотрели это видео до конца. Это один из шагов по изучению английского языка по вашей профессии. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и подписывайтесь на мой инстаграм. Скоро увидимся. Bye-bye!